Всем привет! Сегодня в обзорах с прилавка китайский терморегулятор с таймером W1411. Ссылка на него как обычно в описании. Пришел в зип пакете. В комплекте терморегулятор, винты для крепления и инструкция на китайском. Он рассчитан на монтаж в какую-либо панель. Как такового корпуса у него нет. Просто плата, пластиковая лицевая панель и наклейка на нее. Длина провода термодатчика 1 метр. Он герметично запаян, так что можно опускать его в воду. Конкретно этот терморегулятор работает от 220 вольт, но есть и вариант на 12. Подробные характеристики перечислять не буду. Все есть по ссылкам в описании. Подключается он весьма просто. Два левых контакта это питание самого терморегулятора. Два правых это сухие контакты. Напряжения на них нет, они работают как выключатель. Если ваша нагрузка питается тоже от 220 вольт, то можно перекинуть питание от питания самого терморегулятора. Либо подать питание из другого источника любым напряжением. Я подключаю лампу накаливания, поэтому перекинул питание от питания терморегулятора. Теперь о настройке. Удерживая кнопку SET, можно выключить терморегулятор, не отключая его от сети. Включается коротким нажатием. Тут есть три дисплея. Левый это температура, при которой нагрузка должна быть включена. Центральный это текущая температура. Правый температура отключения нагрузки. Чтобы терморегулятор работал в режиме нагрева, устанавливаем температуру включения меньшей, чем температура выключения. Теперь на 37 нагрузка выключается, а когда температура падает ниже 35, включается. Если установить одинаковую температуру, терморегулятор выключится. Чтобы он работал в режиме охлаждения, нужно установить температуру включения выше, чем температура выключения. Теперь при 35 градусах включается охлаждение, при 33 выключается. Кнопкой SET можно переключаться между тремя пунктами меню F1, 2 и 3. F1 это циклический таймер. Слева задается время в минутах, в которое нагрузка должна быть включена. Справа время, на которое нагрузка будет выключена. Программа будет повторяться по кругу бесконечно. Например, установим на минуту включить и на минуту выключить. F2 это отключение нагрузки через заданное время. Слева устанавливается количество часов, справа минут. Например, установим 3. И через 3 минуты нагрузка выключилась. F3 это наоборот включение через заданное время. Например, 1 минута. Стоит учитывать, что таймер работает отдельно от терморегулятора. То есть можно пользоваться либо таймером, либо терморегулятором. Нельзя, например, установить задержку включения, и чтобы потом терморегулятор начал контролировать температуру. Термодатчик можно калибровать. Для этого надо отключить терморегулятор от сети и, удерживая кнопку SET, подать питание. Значения задаются левой парой кнопок. Есть также функция самотестирования. Для этого отключаем питание, нажимаем две левые кнопки и подаем питание. Что именно эта функция делает, я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. И, чтобы сбросить на заводские настройки, отключаем питание. Удерживая правую пару кнопок, подаем питание. Всем спасибо за просмотр, а поддержать канал можно лайком и комментарием. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!